В этом году Муромская детская художественная школа имени Ивана Семеновича Куликова отмечает 50-летие своей деятельности. Этот юбилей – важное культурное событие в жизни всего города. Школа играет ведущую роль в развитии детского творчества, и, как свидетельствует опыт последних лет, она также популярна, как и в первые годы после своего открытия. Я, когда первое время приехала к министру культуры, знакомиться областью Владимирской пока, она сказала такую замечательную вещь. Ну, у вас много, конечно, учреждений, культуры в Муроме, в округе. Она сказала, что школа имени Куликова с придыханием, она сказала, потому что это действительно опора, это основа, как такого, да, начала творческого пути для художников, для творческих людей, вообще живущих в городе Муроме. Среди экспонатов масляная живопись и монотипия, линогравюра и акварель, лаковая миниатюра, графика, батик, керамика, гобелены, изделия из кожи и декоративные панно, художественная вышивка и авторские куклы. Все то, чему там и обучают. Менее полгода назад у школы появился новый руководитель. Вся моя жизнь непрерывно связана с детской художественной школой имени Куликова. Сама я поступила в нее, когда мне было 10 лет, это был 2000 год. Проучилась там 7 лет, потом поступила в институт и сразу пришла работать. Проработала 13 лет и вот уже 3 месяца являюсь директором. В настоящее время в нашей школе работает 13 одаренных творческих педагогов. Также в нашей школе занимается 387 детей. Я горжусь нашей художественной школой, я горжусь ее преподавателями и успехами ее учеников. Один из почетных участников встречи – Василий Аношин. Заслуженный работник культуры, член Союза художников России. Василий Александрович преподавал в детской художественной школе с 1982 года. С 1995-го стал ее директором. Школа наша академическая. Это продолжение Куликова, ученика Великого Репина. И академическая школа дает возможность детям поступать в СУЗ и ВУЗ. Потому что это начало-начало изобразительного искусства академической школы. Коллектив школ очень творческий, грамотный. И они все выпускники нашей школы, которые получили все здания здесь. И плюс уже кто-то Владимир, кто-то Граф, кто-то Москва, кто-то Нижний и так далее. Я директором школы был 29 лет. Общий стаж в художественной школе – 42 года. Посетить юбилейную экспозицию могут все желающие. Работать она будет на Московской 13 до 28 октября. С 10 до 18 часов в будние дни и с 11 до 19 по субботам. Елена Петрова, Алексей Кузьмин. Наши новости.